Инфляция в республике достигла 101,4%. А стремительного роста цен в перспективе не предвидится, отмечают эксперты. Сегодня в Доме правительства подвели предварительные итоги социально-экономического развития Чувашии за первый квартал. Подробности у Дмитрия Ковалева. Как и прогнозировали, в начале года строительство жилья набирает обороты. В первом квартале в республике было введено 110 тысяч квадратных метров. И спрос на квартиры продолжает расти. Еще один критерий социально-экономического развития региона – промышленный комплекс. Объемы продаж увеличиваются на предприятиях машиностроительного сектора. Устойчивый темп роста показателей по-прежнему обеспечивает промторактор «Вагон», где выпуск подвижного состава увеличился в три раза. В химическом комплексе республики за первый квартал 2019 года отгружены продукции на сумму 6,3 миллиарда рублей. С начала года снижается спрос на электротехнику. Это временный спад отмечают в Минэкономразвитии республики. Большинство предприятий продолжают формировать объемы заказов на третий квартал. До 30% снизилось производство кабелей, кабельные арматуры, электродвигателей и прочего электрического оборудования. На восстановление ситуации в электротехнической отрасли по итогам года уже повлияет рост производства наукоемкой электротехнической продукции для высокотехнологичных секторов экономики. На повестке дня и корректировке бюджета республики доходная часть казны выросла более чем на 1 миллиард рублей. Собственные доходы с учетом данного уточнения составят 29,7 миллиардов рублей. Они увеличиваются на 180 миллионов рублей. Это поступление акций с заводом алкогольной продукции. По расходам 55 миллиардов 675 миллионов рублей государственный долг составит 11 миллиардов 604 миллиона рублей. Безвозмездно из федерального центра республика уже получила более 24 миллиардов рублей. А это говорит об эффективном взаимодействии с правительством страны, отметил глава региона. Еще есть там возможности, чтобы эти средства привлечь, для того, чтобы правильно и своевременно, качественно реализовать все эти мероприятия национальных проектов. После уточнения бюджета многомиллионные суммы направят на строительство детских садов, ремонт больниц, реализацию проектов, общественных инициатив. В приоритете и поддержка моногорода Канаш. Это прежде всего касается инфраструктуры, это канализационные сооружения, очистные сооружения. И реально моногород полностью подготовит всю инфраструктуру для развития бизнеса. Чтобы не затягивать реализацию проектов, документацию необходимо подписывать вовремя, отметил глава региона. Бюджет должен расходоваться эффективно. Люди ждут ввод объектов, люди ждут благоустройства всех территорий, люди ждут от нас, как мы обещания свои будем выполнять и будем создавать красоту по городской среде, по благоустройству территорий. Закон на проект о республиканском бюджете рассмотрят депутаты Госсовета. Очередная сессия намечена на 30 апреля. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев. Республика.